МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Думская НЕТ, как всегда, по пятницам у нас в гостях. Жанна, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер всем. Что интересовало людей в первую рабочую неделю? Ну, я хочу сказать, что в первую рабочую неделю все еще были такими расслабленными, все еще не ссорными. И новости не очень интересовали людей, судя по тому, что посещаемость немного снизилась, то есть активность наших читателей. Но все же какие-то новости пользовались скоростом. Вот, например, повышение проезда в маршрутках. Это была самая читаемая новостью на этой неделе. 35 тысяч просмотров она набрала. Ну, многие возмущены. Там гневные комментарии. Есть и комментарии в защиту. Есть защиту? Да, есть защиту перевозчиков. Это, наверное, перевозчики. Это как те, кто защищал, когда звонили нам в студию владельцы маршрута. Ну, не только перевозчики, но и экономисты. Они говорят, но ведь последнее повышение было в 2015 году, а с этого времени цены действительно выросли. А как же быть с тем, что в других городах нет 7 гривен? Ну, в Одессе жизнь дороже. Вот так тоже. А я-то думаю. И зарплаты, возможно, выше. Зарплаты-то нужно поднимать. Ну, в общем, я почитала в соцсетях веселый комментарий по этому поводу. Ну, это не комментарий, а шутка. Да, пусть сын Порошенко сам ездит за 7 гривен в маршрутках. Ну, это такая вот ирония. Понятно, что он не будет ездить ни за 10, ни за 20. И вообще он там не ездит. Ну, есть у него и старший сын. Он мог бы это сделать, но он тоже этого не делает. Другим новостям, которые тоже у нас были и были интересны нашим читателям. 30 тысяч просмотров о чудесах на Одесском побережье. Это, можно сказать, новогодние чудеса. Застроили что-то? Небольшой отель, уютный, на улице Львовской, на углу Львовской фонтанской дороги. И по документам должен быть трехэтажным, но он внезапно вырос до 8 этажей. Пока все праздновали. Возможно, кто-то загадал желание под елочку. Возможно. И видите, чудеса сбываются. Хочу не 3, хочу 8. Ну, вот есть забавные комментарии. Один человек пишет. Три Трухановки, так назвали, высотки на 13-й. Три Трухановки на 13-й фонтанах закрывают вид на море туристам и жильцам. И этот комплекс якобы тоже относится к тому же. А кому нужен-то вид на море? Это те, которые на склонах находятся? Или тот, который прямо на углу Львовской? Послушайте, люди, не ленитесь, спуститесь вниз и посмотрите на море. Вот люди, еще комментарий такой. Кандидат на сползание в море. Потом мы будем наверняка читать... Рейтинг самых сползаемых. Будем читать какие-то новости. Все остаются живы и здоровы, конечно, но это просто безумие. Как же наважите там куповать квартиру? Я думаю, что те, кто не в курсе, что здесь нельзя строить. Послушайте, мы видели на примере Черноморска, как люди, которые там живут, там же покупали на сползающих склонах дома. Местные, да. Местные. И после того, что произошло, продолжают покупать во второй линии. И думают, да, нас пронесет. На наш век хватит. Некоторых пронесло, кстати. Да. Желаем всем отстроиться по новой. Как лихач на джипе-то ранил припаркованные машины на Тираспольской? Эта авария произошла на минувших выходных. И в наше распоряжение попало видео. Можно посмотреть, кто хочет. Если у нас есть возможность, просим режиссера вывести это видео на экран. Оно уже на экране. Вот мы как раз сейчас показываем. А вот еще одно. Там два видео у нас есть. Да, если можно, второе покажите. Да, вот как раз сейчас показывают. Молодой человек на джипе. Да, 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 вот как раз видно. Припаркованных автомобилей. Случайно, надеюсь? Я думаю, да. Специально он этого не делал. Как говорили свидетели, водитель говорил, за 7 лет моей деятельности за рулем ничего такого не было. Это студент Медина, иностранец. Алкогольного пьянения не было. Такого явного. Но его отвезли на экспертизу. На наркологическую экспертизу. Немного неадекватен. Но каковы результаты экспертизы, это скажет следователь. Да, мы пока не можем. Удалось выяснить, на каких номерах был автомобиль? Просто для статистики. По-моему, я не могу сейчас помнить, но, по-моему, такие евро номера у него были. Многое объясняют, как имя студента Хишан. Какой вы ознакомленный, Александр. Просто логика включилась, да и все. Не больше, не меньше. Студент Хишан, да? Там было написано только что «Хишан.Т». Вы еще и глазастый. Это тоже не может не радовать. Вот смотрите. Вот «Хишан.Т». Еще одни чудеса происходят на побережье. Одесский горсовет совместно с прокуратурой продолжает «защищать» лонжерон для более эффективного использования территории курорта. Куда же еще эффективнее? Значит, мэрия обратилась в суд и лишает фирму ГРОД, требуя снести нежилые помещения и кафе площадью около тысячи квадратных метров. Вот там вот было кафе. Они считают, что это нарушение. Там собирается разрастаться НЭМО. Вот именно. Что за счет одних участников, теперь там, вероятно, вот как наши читатели, комментаторы пишут, там будет что-то более цивилизованное. Будет социальный новый проект с входным билетом в 350 гривен. Возможно. То есть все говорит о том, что здесь будет новая Аркадия, новый лонжерон. То есть здесь просят снести не капитальные, а появятся капитальные. Ну, мы будем надеяться на лучшее. Тем временем... Зверя. На двери одесских... Зверяешь время, да? Можно я продолжу, да? Можно. На двери одесских храмов московского патриархата наклеили знаки опасности. Была читаемая и комментируемая эта новость. Больше 200 комментариев. Ну, в принципе, они такие однотипные. Что вы сказали? Я скажу, что именно наши комментаторы поддерживают это решение. А малочисленные... Не решение, а вот эту акцию. А малочисленные комментаторы, которые очень гневно отзывались, они заблокированы. Я не могла их даже прочитать. Ну, то есть там какие-то... Были либо личные оскорбления, либо нецензурная лексика. То, что противоречит законам и нормам сайта. В Одессу прибыл американский эсминец. И мы первыми в Одессе сообщили об этом. 25 тысяч просмотров. Красавец такой встал в одесском порту и до 11 января пробыл. Ну, такая хорошая новость. Он был открыт для посещения? Нет, он не был открыт. Там маленькие экскурсии проводились для определенного круга людей. Вот там пускали воспитанников интерната, насколько я знаю. Я с ребенком ходила в свое время смотреть натовские корабли. Получили море удовольствия и я, и он. Единственное, что слишком большие очереди. Ну, это была, видимо, какая-то специальная акция. А этот корабль для каких-то определенных целей прибыл в Одессу. Не для экскурсий. Но он стал первым кораблем НАТО, который пришвартовался у нас в порту. Хорошая новость для жителей Радужного. Выезд из жилмассива станет безопасней, потому что на кругу установили светофоры. Кто-то говорит, что слава богу, потому что там действительно была проблема. Но есть мнение, что это затруднит движение для других участников. Во-первых, это, действительно, я там часто езжу. Мое мнение, что эту ситуацию спасет только разноуровневая развязка. К сожалению, там вообще не приспособлено. Там круга как такового нет. Правила круга работала. И на маршала Жукова, мы знаем, были пробки на Героях небесной сотни. Были пробки аж до метро. И аж до горизонта со стороны, собственно, Черноморска. И, по большому счету, это еще больше усугубит. Теперь пробки будут начинаться от сети центра до улицы Левитана. То есть нас спасет только строительство дорог? Только многоуровневая развязка, к сожалению. А нет домов без инфраструктуры? Абсолютно верно. Пока что у нас есть только второе, а нет первого. К сожалению. Нам выезд с Радужного всего лишь один. Из жилосива Радужного выезд один. С улицы Левитана? Шириной в две машины. Все. Все, занавес. Скоро будет еще один жилмассив на маршала Жукова. И будет еще одна большая проблема. И весь Радужный с нетерпением ждет, когда же Ашан построится напротив кладбище, потому что реально негде ставить машины. И они будут там стоять, да? Они будут все стоять, и они ждут, когда откроется парковка Ашана. Но в этом году должно все это произойти. Все с большим нетерпением ждут и желают скорее достроить. У нас хорошие новости. Тем временем прожар на 16-й станции Фонтана произошел вчера, да, по-моему? Да. 300 квадратных метров сгорело. Вместе сгорели кафе, ресторан и магазин. Мы были одними из первых. Может, аптека была или нет? Ну, нет, не было. Там аптека рядом, но она не сгорела. Не пострадала. Эта новость набрала около 20 тысяч просмотров. И вот сегодняшний пожар уже приближается тоже к нашему ТОПу, но еще не совсем попал. Трамвай загорелся на Старопорто-Франковской. И выгорел практически до тла. Да, и одна пострадавшая есть женщина, которая в панике пыталась вырваться из вагона и... Разбив стекло, выпала на улицу. Да, и сломала ногу. Там сломанная нога, да, насколько я знаю? Очень жаль. Скорейшего выздоровления. Да, паника – это ужасно, честно говоря. В Одессе зацвела сакура. Вот такой видеофакт мы разместили у себя на странице. Где нашли? Где нашли видео или... Где нашли сакуру? В одном из садов города. Ну, на самом деле, это, конечно, все красиво. Но очень нужно. И не только сакуры цветут, и подснежники распускаются, и многие, и некоторые цветы. Но, как говорят экологи, возможно, будет какая-то проблема с урожаем, потому что вот сейчас распускаются деревья, а мы знаем, что на выходных приходит холод. Небольшой поколадок. Еще от мороза, да. Да, и мы надеемся, что они зацветут снова еще как-то. Будем рассчитывать на хорошее. И завершаем мы нашим обзором о том, что можно купить за биткоины. Вот наши корреспонденты разбирали. Что можно купить за биткоины в Одессе. Значит, мы выяснили, что есть специальный сайт, на котором продается... Ну, там не так много этих позиций, но вот можно купить дачу у моря, машину хорошую. Кое-где мы узнали, что есть наркотики, за которые можно... То есть за биткоины можно купить. Один с биткоин стоят 12 тысяч долларов. А еще можно крупные партии заказывать, Александр. И дорогие наркотики, в конце концов. И еще мы знаем, что некоторые чиновники тайно берут взятки биткоинами. Тоже такая есть информация. Что это за чиновники? Чиновники, наверное, каких-то... Высокого ранга. Да, но... Продвинутые чиновники. Как говорит наш самый главный владелец биткоинов в Одессе, Дмитрий Голубов, он советует не продавать сейчас биткоины, не давать взятки ими и не покупать ни дачи, ни машины. Потому что, по его прогнозам, курс будет расти и дальше. Но мы посоветовали нашим читателям, а решать все же им. На этом мой обзор закончен. Спасибо, Жанна. Жанна Жукова, редактор сайта «Думская.нет» с традиционным обзором самых читаемых и комментируемых новостей издания. Прервемся на несколько минут, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на «Думской ТВ». Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»!